Всем привет! Сегодня у нас на календаре 13 марта, 9 утра и наконец-то можно выйти на улицу, подышать воздухом, потому что два дня до этого был минус на улице и сильный-сильный ветер. Мы передвигались мелкими перебежками из дома на кухню и обратно. А сегодня уже приятненько, ветра нет. Мы продолжаем ремонт на кухне. Как теперь вы уже понимаете, их у нас две. Одна кухня находится в пристройке, вторая в доме, сейчас покажу. Вот эта голубая дверь, это вход в наш дом, а вот там это вход в пристройку, где у нас находится кухня, которую мы делаем в светлых тонах, и где клеим потолочную плитку, и ванная комната. В доме у нас газа нет, он сюда не проведен, и не было воды, когда мы заехали, мы туда заводили воду. Сейчас вода у нас только в прихожей находится, и нужно будет еще вот в зеленую кухню проводить воду. Теперь по поводу прорубить стену. Посмотрите, какой высокий дом, высокий цоколь, и какая низкая пристройка. То есть проем получился бы у нас совсем маленький. И сейчас еще покажу из самой пристройки, самой кухни, какая сильная разница в высоте. Ну вот такая вот разница в высоте. Поэтому прорубать здесь дверь мы не стали. Может быть, на камеру кажется, что здесь достаточно большое расстояние, но на самом деле высота. Но на самом деле она не такая большая, и вот лестница, и лестница была бы по сути в никуда. На кухне и так достаточно мало места, и если бы здесь еще был проход, то и стол бы уже, наверное, никуда не встал, да и холодильник. Это была первая причина, почему мы не стали рушить эту стену. Ну а вторая, вот эта колонна, которую вы видите, это угол дома основного. И рушить вот эту основную стену, но мы просто побоялись. Так что, вот я надеюсь, ответила на самый распространенный вопрос, потому что столько уже об этом было сказано. Возможно, кто-то бы на нашем месте и сделал, кто-то бы не сделал. Ну вот я рассказываю, да, почему не стали делать этого мы. Ну и раз уж мы на кухню зашли, давайте я вам сразу покажу наши тут изменения. Плиточка еще не доклеена, вот в нескольких местах нужно доклеить. Купили новый плафон, такой симпатичный. Здесь его называют лепешка в магазине. Не видно. Ну хорошо, светит, светодиодный, приятный свет такой. Светло, конечно, на кухне стало, визуально даже кажется больше пространства. Вот новый шкаф сегодня папа собрал под микроволновку, потому что она у нас, вы помните, наверное, висела на кронштейне специальном, да, для микроволновок. Который благополучно упал вместе с микроволновкой на пол. Поэтому мы решили больше не экспериментировать и купили тумбу отдельно. Ну, эта тумба старая, она здесь стояла. Еще вот здесь вот у нас будет висеть шкаф навесной один. А вообще на кухне, конечно, стало чисто, светло, стало приятно так находиться здесь. Здесь с удовольствием сидим, все разглядываем. Пол, по полу ходим. В общем, такие у нас, такая бурная достаточно, да, неделя на ремонты выдалась. Ну, и забежала прямо на несколько минут. Давайте еще отвечу на распространенные вопросы. Почему мы делаем такой косметический легкий ремонт? Почему это все-таки панели, а не, допустим, там натяжные потолки, а не какие-то там дорогостоящие материалы? Во-первых, конечно же, по финансам, да, ну, это, наверное, первая из причин, это финансы. И вообще у нас как-то так всегда было заведено, что у нас не было привязки к месту. Даже когда, живя в Красноярске, вот сколько я себя помню, мы всегда переезжали. То есть, допустим, что-то нам не понравилось на одном из мест жительства, мы спокойно там могли продать квартиру и поехать в другое место. Нам не понравился район, мы меняли жилье. Мы переезжали очень часто. И еще даже родители, когда были молодые, я маленькая совсем, мы, то есть, постоянно переезжали, делали ремонт. Сначала ремонт старались делать капитальный, хороший. Где-то даже стены, я помню, мы переносили, сносили, объединяли в ванны, закатывали эти ванны в кафель, да. И с каждой вот так вот квартирой наш ремонт становился все проще и проще, потому что, ну, если нам что-то не нравится, мы стараемся что-то менять в своей жизни. Если мне не нравится жилье, значит, мы меняем жилье, не нравится район, мы меняем, опять же, да, квартиру и переезжаем. Поэтому, ну, уже, наверное, столько было этих ремонтов переделано, что, ну, вот у нас нет такого, чтобы сделать все супермодно. И потом, во-первых, некогда сидеть, разглядывать, любоваться. То есть, у нас сейчас основной критерий, чтобы было чисто, чтобы было приятно зайти на ту же кухню, можно разуться. Поэтому, если вам нравится, нравятся натяжные, у нас были тоже, мы когда жили в Красноярске, у нас были и натяжные потолки. Ну, вот мы как-то заехали в квартиру, ну, вот хотелось этих натяжных потолков, мы в нескольких комнатах их сделали. Ну, как бы потолок и потолок. Сейчас нет такой необходимости лишнее вот это вот скрадывать. Помнишь? Да. Ну, я его, мама, я няню на свеку, вот они. Вот они. Глядите. Да. Ну, то я еще понесу и синок золотой. Не надо. Она холодная очень, дочь. Сейчас цветочку потрою, чтобы он посередине. В 9 утра я вам снимала еще старое окно, а в 12 дня уже стоит новое. Она классная же, но как я его сильно хотела. Сегодня даже я не думала, что приедут устанавливать. Два дня-то было холодно, как бы, само собой, что не было установки. А сегодня, как бы, выходной день, и, как правило, здесь это святое. Никто не работает. Но нет, ребята позвонили, приехали, установили. Очень быстро, часа, наверное, полтора. Вот такая вот красота теперь у меня. Убралась уже здесь, конечно, было много мусора на улице. Потом уложу тарасика, буду убираться внутри. И вот так вот это все теперь у меня выглядит внутри дома. Наконец-то нету этой сетки голубой на окнах. Решетки практически. Вот так, пока у нас здесь лежат кирпичики. Сказали, чтобы часа три полежали. Ну и все. Сейчас закончим дела кухонные, и можно будет уже переходить к нашей прихожей. Делать перегородку, отгораживать санузел. Значит, кто-то спрашивал по поводу, есть вода в доме или нет. Вот сюда мы воду заводили из пристройки. Воды в доме не было, когда мы заехали. Вот уже тоже, кстати, установлен унитаз. И уже отсюда Дима сделает вывод туда, к нам, на зеленую кухню. Сейчас не буду вам ее показывать сегодня, потому что там у нас сплошной беспорядок. Все, что было здесь, всю рассаду, все-все-все, все половики быстро заносили в дом. Вот, поэтому в другой раз покажу. Может, завтра уже начнем проводить воду, и буду вам снимать, показывать. Ну а так, конечно, радости моей нет предела. Ой, красота! Ну а здесь сразу тоже, раз уж начала снимать, я расскажу, что мы планируем сделать перегородку. Уберется умывальник, и будет сюда ставиться душевой поддон. Вот, и я планирую, что часть окна, ну, по крайней мере, я так планирую, не знаю, как будет по факту, тоже должно попадать немножко в санузел, чтобы туда как бы дневной свет тоже попадал. И вот еще нужно будет отдельно свет туда, где мы проводить. И здесь вот на месте умывальника встанет душевой поддон, ну и все. И будет у нас маленький, но свой санузел в доме. Уже не нужно будет детей никуда водить, мыться, можно будет ополаскивать их здесь. Сейчас у нас время обед, потеплело наконец-то, плюс 7 градусов уже, очень приятно наулке. Сегодня решили полакомиться с шашлычком, поэтому папа у нас там разводит костер. Дети уже на кухне, правда, сидят готовые обедать. Так что, всем хороших выходных! И вот сейчас мое видео должно было закончиться, но потом приехал Дима, и мы решили еще сделать навесные шкафы в нашей кухне, в нашем доме основном. После того, как они были установлены, мы не остановились на достигнутом, и Дима продолжил делать кухню. Начал дробить стену, чтобы провести воду к мойке кухонной. Кстати, кто-то спрашивал, некоторые уже знают, да, из чего сделан дом. Дом у нас каменный, стены толстые. Кто-то говорил, что тонкие, нет, стены сантиметров, наверное, 25-30 толщиной. Ну вот, здесь уже все готово. Останется только прибраться. И вот он примеряет трубы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такой вот у нас получился бурный и насыщенный день. Завтра будем продолжать. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.